Человек не имеет крыльев. И по отношению веса своего тела к весу мускулов в 72 раза слабее птицы. Но я думаю, что он полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума. Эти слова принадлежат выдающемуся ученому, основоположнику современной аэрогидродинамики Николаю Егоровичу Жуковскому. Родился он здесь, в небольшом сельце Орехова. Ныне Собинский район Владимирской области. В течение всей своей жизни Жуковский будет возвращаться на малую родину, где он вырос, куда приезжал гимназистом, потом студентом физико-математического факультета Московского университета. В родовом поместье он набирался сил во время своих отпусков, обдумывал новые идеи и просто окунался в ту атмосферу, в которой прошло его детство. Любимая Орехова навсегда осталась творческой лаборатории Николая Егоровича. Именно здесь на свет появились трактаты, которые послужили основой для развития современной авиационной науки. Жуковский впервые в общем виде доказал фундаментальную теорему о подъемной силе, благодаря которой авиаконструкторы смогли строить летательные аппараты, опираясь на формулы и уравнения, а не методом проб и ошибок. Николай Егорович основал два ведущих авиационных учреждения нашей страны. Центральный аэрогидродинамический институт, знаменитый ЦАГИ и Военно-воздушную инженерную академию, в которой учились первые космонавты планеты. Научный путь Жуковского продолжился в знаменитых учениках, среди которых выдающийся авиаконструктор Туполев Андрей Николаевич. С Туполевым работал основоположник практической космонавтики Сергей Павлович Королев, а любимый ученик Королева Юрий Алексеевич Гагарин. Я в завиаде один, зажигание! Через авиацию человечество шагнуло в космос. Поехали! Ну, а истоки этих гениальных свершений в маленьком глухом сельце Орехова, где на свет появился человек, который был бесконечно предан науке и служил людям. Добро пожаловать на малую родину отца русской авиации Николая Егоровича Жуковского. Субтитры создавал DimaTorzok